Вопросы? Какой ошибку ты допустил в этой реакции? Я упал. В общем, я упал. Следующий вопрос, я вот там в руку не даю. Сталкивался ли ты с такими лекторами, примерно? В университете. Ну, в общем, есть... К сожалению, у них не было двери. Но я думаю, они бы упали, хотя они сидели на стуле. Ситуация такая, что вот я столкнулся с таким видом преподов, которых я называю примерно человек Google. Все, наверное, сталкивались с такой программкой от Google, которая просто берет и читает текст. Ну, в общем, в принципе, я бы... Я, на самом деле, в начале лекции хотел, чтобы вот тот слайд со словами про лекцию и объяснением вам прочитал Google, но, к сожалению, мне было лень. Вот. Еще какие-нибудь вопросы? Да. Как ты относишься к конспектам? Ну, они должны быть, но они должны... В общем, конспекты, они должны быть. Но они должны быть такими, чтобы их понимал тот, кто их пишет. Не нужно записывать... Ну, то есть, когда вам лектор говорит, смотрите, у меня на слайде все написанное про лекцию или куча слова текст, напишите ровно в такое же количество слов, я потом это проверю. В общем, это не очень хорошо, не есть хорошо, потому что суть конспекта в том, что человек, когда берет свой конспект, он может вспомнить, о чем это было. А когда там дословная гора текста, он такой читает, встречает гамильтониан, пугается и уходит. Да, или эндетерминизм. Видите, уже два слова наизусть запомнил. Еще какие-нибудь вопросы? Может быть, и мой вуз, и мои первые надо рассказать? А какой вуз? Академия городского хозяйства. А, ладно, мне там учиться не надо, может быть, приду. Еще? Нет? Какой был самый интересный? Самый интересный лектор в моей жизни. Давайте я просто вот... Смотрите, вот сейчас мне этот вопрос, на котором лучше взять и уйти. Черт. Есть еще вопрос? Да. А как не волноваться на лекции? Но ведь речь идет не только на лекции вузов, но и на публичной лекции. Не волноваться нельзя. Дело в том, что волнение — это нормальная реакция человека на все, с чем он сталкивается в своей жизни. И если человек не волнуется, то, скорее всего, его можно заменить гуглом, который читает текст. Это плохо. И еще плохо говорить часто слово «плохо». Если у вас есть синонимы. А вот много юмора шуток в лекции. Они... Хорошо? Ну, знаете, если у вас лекция четвертая, которая идет после таких трех... В общем, одной сложной, другой расслабляющей, третий более сложной, и ваша четвертая лекция должна быть вроде бы как расслабляющая, то, да, шутки, они нужны. Если же у вас лекция... Если же у вас лекция, то, в принципе, шутить тоже нужно. Ведь шутки, они так берут и веселят людей. А если у человека хорошее настроение, то он лучше потом вспоминает эту хорошую лекцию. Хотя человеку свойственно запоминать плохое, так что я вообще сейчас не знаю... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ